Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вас приветствует дошкольное отделение Академической гимназии номер 56 Санкт-Петербурга. И я, руководитель Елена Валерьевна Гермогенова. Мы счастливы принимать участие в таком глобальном и ресурсном мероприятии, как Московский международный салон образования. И мы хотим поделиться своим опытом по внедрению дистанционного взаимодействия в дошкольном образовании. Да, существует много проблем. Это и как минимизировать нахождение ребенка у гаджета. Если раньше мы хотели отучить ребенка от использования, то сейчас, наоборот, мы ему предлагаем взять в руки гаджет и его использовать. Но в нашем проекте мы смогли минимизировать действительно использование гаджетов. Мы обратили внимание, что в семье, естественно, есть не один ребенок и есть дети, школьники, которым также нужно выполнять различные задания. Мы расскажем о том, как смогли мотивировать наших педагогов освоить все эти методы. Итак, пожалуйста, опыт дошкольного отделения Академической гимназии номер 56 Санкт-Петербурга. Детский сад, дошкольное образование – это первая и, пожалуй, одна из важнейших ступеней образовательной системы. В середине марта 2020 года мы начали реализацию проекта «Детский сад с доставкой на дом». Сейчас многие детские сады пусты, за исключением дежурных, а некоторые осуществляют дистанционное взаимодействие, как мы. Хотя странно видеть детские сады без детей. А когда мы все вместе, рука к руке, глаза в глаза, сердца стучат в унисон, пусть даже и группы переполнены. Всегда среди детей есть и такие, кто посещает детский сад редко. Например, часто болеющие дети или дети с ограниченными возможностями здоровья. А есть и те, кто вообще не посещает. Но они так хотели бы быть ближе к руку общения. Уверены, что данный проект получит свое распространение и дальше. А возможно, станет одной из вариативных форм дошкольного образования. Так как он оказался настолько эффективным и необходимым. И именно это мы видим в стратегии развития проекта. Итак, о проекте. В рамках проекта «Детский сад с доставкой на дом» мы обеспечиваем формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. Содействие и сотрудничество детей и взрослых при дистанционном взаимодействии с педагогом под присмотром и уходом родителей. Результат – это построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования. Создание программы с элементами дистанционного взаимодействия, которую можно использовать и в дальнейшем для тех воспитанников, которые по каким-либо причинам не посещают детский сад. Измерение результата – это обратная связь от наших родителей. И дистанционный маниквейк. Да, если ребенок остался дома, что с ним делать? Как быть? В этой ситуации именно родители контролируют процесс. А мы, педагоги, им помогаем. В полной мере создаем информационную развивающую среду. Мы опираемся исключительно на закон об образовании и Федеральный государственный образовательный стандарт. В первую очередь на основные принципы дошкольного образования. Благодаря проекту мы смогли обеспечить вариативность и разнообразие содержания программ и организационных форм дошкольного образования. Мы обеспечиваем психолого-педагогическую поддержку семей и повышение компетентности родителей, пусть дистанционно. Недаром в рамках проекта «Детский сад с доставкой на дом» появился полипроект «Неделька», который начинается с того, что мы описываем нашим родителям то, как можно организовать развивающее пространство, как и когда можно проводить совместную деятельность, ссылаясь на сам клиент. Обязательны рекомендации по работе с компьютером и другими гаджетами. Время, которое ребенок проводит перед экраном, минимизировано. Условия реализации проекта обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных властях, а именно в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к себе и, конечно же, к другим людям. Как началась реализация проекта? Мы собрались на платформе Zoom. Так началось освоение этой платформы. Теперь педагоги научились общаться с детьми, записывать ролики и даже выставлять виртуальный фон, проводить занятия онлайн, фестивали чтецов, творческие конкурсы и даже праздники. В полипроекте «Неделька» есть консультации специалистов психолого-педагогического центра, логопедов, психологов, дефектологов. Их совместная с детьми деятельность. Педагоги регулярно общаются с родителями в соцсетях и других мессенджерах. Идет информационная рассылка в WhatsApp. Проходят образовательные вебинары-тренинги для родителей с рассылкой их записей. Уже накоплен огромный банк вебинаров. Примерный план работы «Неделька» высылается раз в неделю всем семьям воспитываниям и публикуется во всех соцсетях нашей гимназии с живыми ссылками, переходя по которым, можно найти презентации с аудио- и видеоэффектами, записи занятий, ссылки на трансляции, сказки в исполнении педагогов, образовательные квесты и много-много всего. Этими ссылками уже пользуются многие регионы. Мы видим, что педагогическая общественность нашла пути успешного взаимодействия. Мы восхищены опытом многих наших коллег. Примерный план «Неделька» включает в себя все дни недели по всем режимным моментам, по пяти образовательным областям. Таким образом, мы осуществляем и другие пункты федерального государственного образовательного стандарта. Это предоставление информации о программе, семье и всем заинтересованным лицам, увлеченном в образовательную деятельность, а также широкой общественности. Какие плюсы мы увидели при реализации проекта «Детский сад с доставкой на дом» согласно Федеральному государственному образовательному стандарту? В первую очередь, это созданная образовательная среда, которая гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивает эмоциональное благополучие, способствует профессиональному развитию педагогических работников, обеспечивает открытость дошкольного образования, создает условия для участия родителей в образовательной деятельности, пусть даже и другие. А как же педагоги, скажете вы? Не все педагоги могут записывать занятия, проводить их онлайн. Воспитатели детского сада это феи, которые могут все можно правильно их заинтересовать. Как же их мотивировать? В одном из пунктов Федерального государственного образовательного стандарта сказано, что в целях эффективной реализации программы должны быть созданы условия для профессионального роста педагогических и руководящих работников, в том числе и дополнительного профессионального образования. Это, естественно, задача руководства. У нас это сделано консультативной поддержки педагогических работников по всем вопросам образования и охраны здоровья детей. Сделано организационно-методического сопровождения процесса реализации программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. Сделано Педагоги увидели, насколько прекрасна их работа. Они смогли систематизировать свой наработанный опыт. Произошло повышение личностного и профессионального роста, формирование осознанности, расширение границ восприятия, формирование компетенций 21 века. Также педагогов мотивирует положительная обратная связь от родителей. Для того, чтобы замотивировать сотрудников, есть еще масса примеров. Но это уже другой фильм. Конечно, мы не обошли стороной и требования к развивающей предметно-пространственной среде. А точнее то, что развивающая среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для их уединения. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и, конечно, безопасной. Для этого мы провели вебинары для наших родителей и индивидуальные дистанционные консультации с целью контроля и информирования по данному пункту. Вы скажете, в семьях может быть несколько детей, есть и школьники. Да, мы и это продумали. Рассылка материалов без использования гаджетов. Также мы говорили, что благодаря правильной организации процесса и рекомендациям о времени проведения воспитанники проводят минимальное время перед компьютером. Понятно, что не в каждой семье можно создать идеальные условия. Вместе с тем наши ресурсы, наши условия, наша развивающая среда находится в наших с вами сердцах и душах. и здесь мы все вместе глаза в глаза и сердца стучат в унисон и группы переполнены. И вот вы познакомились с нашим опытом. Я уверена, что в нашей стране этот опыт не первый. И мы, дошкольники, активно подхватываем то, что уже есть, то, что сделано, и обмениваемся друг с другом опытом. Мы надеемся, что эта форма станет одной из вариативных форм дошкольного образования. Ведь она оказалась очень востребована для детей часто болеющих, для детей с ограниченными возможностями здоровья и для детей инвалидов. Мы вас благодарим за ваше внимание и желаем всем успехов. С вами была Академическая гимназия номер 56 Санкт-Петербург. Благодарим вас! Продолжение следует...